Всем привет и добро пожаловать на канал Video Games and More. Сегодня соберем колоду для следующего персонажа. Это у нас Мюрель. Значит, для Мюрель... Мюрель это стопроцентный персонаж поддержки, поэтому здоровье и урон. Основная карта. Значит, в колоде для персонажа поддержки хочу видеть карту, которая ускоряет себя и союзников. Максимальный темп движения на 200. Вот эта штука отличная будет. Значит, соберу чисто на энергетическую броню, минимальную, сколько возможно. Так, но... И немножко будет атака, значит. Десяточка. Ну, стандартно я собираю десяточки, поэтому десяточка. Значит, другие дорогие карты брать я не буду. Следующая, значит, ей нужна мана, Мюрель, и регенерация маны. Такая аура на... На как радиан сжжет всех вокруг. Не работает при беге. То есть, пока ты в бою. Не знаю, насколько она хороша. Брать ее не буду. Или взять все же. Так, значит, Мюрель. Физическая броня. Возьму все же, возьму. Ну, так, для эксперимента. И будет нажигать всех. Она ведь не боец. Хоть какой-то урон будет заходить. И опять же, на броню физическую. Значит, и лечения будет немного. И будет... Хотя... Лечение... Лечение минимальное. Так, это у нас семь. И восьмерочка. Физическая броня. Вот. Десятка. Такие вот поддерживающие карты. Далее. Нужно здоровье. Регенерация маны. При горении. Увеличивает энергетическую броню. Так. Как раз регенерация маны нужна. Я думаю, неплохая пассивка. И если будет и Гейскорч, против. Очень хорошо зайдет. Пусть будет. Значит, и чисто на регенерацию маны эту карту вкачаем. Значит, шесть свободных есть очков. Развитая искра. Возьму вот такую. Порядок. Развитая. Обычная. Это пять, девять и еще единичку. Вот. Значит, чистая регенерация маны. Возможно, этого будет достаточно. А может и нет. Но... Тоже перебарщивать нету возможности такой особо. Что у нас есть еще? Значит, критический удар. То есть, почти все это уникальное пассивное. Каждый противник критует периодически. Ну, всего лишь объем получаемого исцеления на 75%. Это не очень. Но вообще, эта карта отлично зайдет против рампейджа. Когда он включает свой ультимейт, если он вас атакует, он, возможно, регенерироваться будет на 75% в ультимейте. Медленнее. И его убить будет гораздо проще. Так, значит... Также нужен... Нужна атака. Добивать хотя бы... Ну, хоть сколько-то. Значит, что я хотел еще? Здоровье, здоровье, здоровье. Нужно здоровье. Нужна мана. Нужен оберег и нужен ключ. Так, посмотрим сначала обереги. Какие у нас есть? Оберег мудреца. Ну вот, например, оберег повелителя. На ману возьму и пускай будет как раз то, что нужно. Во-первых, это всегда поддержка хорошая, когда есть оберег. Ну и у персонажа поддержки он обязательно должен быть из основных карт, я так думаю. Значит, у нас есть мана. Регенерация маны. Теперь ключик. Значит, ключ по лесным миньонам. Хорошо, конечно, но ключ тоже должен быть. Мало ли, никто не будет ставить сборщики. И ключ исключительно на здоровье. Итак, получается 5 карт есть. Здоровье есть. Мана. Регенерация маны. Немного хрона. Нужно, не нужно. Я думаю, вряд ли. Уже немного роли не сыграет. Значит, по-хорошему возьму физическую броню, потому что обычно физически атакуют химеры всякие. Чаще убивают таких персонажей, чем какие-нибудь мёрдок даже. Поэтому физическую броню. А физическая броня будет ядовитая раковина. Она даст мне урона и броню физическую. Значит, единичку будет атака и дальше броня. Такая и вот такая. По десяточке. То есть персонаж, мана, здоровье, броня, регенерация маны. Да, и поддерживающая. Нажигать здоровье. Вот такая будет колода. В общем, да, отлично. Значит, дальше берём стандартные карты различные. Регенерация, возможно. Может пригодиться, может нет. В зависимости от игры. Это редко бывает, но бывает. Так. Вот. Значит, ещё. Ещё. Вместо, возможно, ключа. И возьму на всякий случай регенерацию. Да, в дождей. Регенерацию маны. То есть, если вдруг очень не будет хватать маны, вместо ключа возьму ещё регенерацию маны. Так, значит, вот мана. Десяточку нужно собрать. Вот так. Всё. Если что, будет шикарная регенерация маны. Зелье маны и здоровье. Вот такая колода. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всего доброго. Всем пока. Спасибо.